Да, это вот обыкновенная волжская семга, редкую снасть, которую мы не можем вам показать по причине того, что... Так, мы сели на мель, в нашем случае это большая радость. О, ребят, костыль нашел, идет для декораций. Сейчас будем, так сказать, толкача все это дело сталкивать. Какая красота. О, ребят, сейчас я вам покажу, я это самое не заснял, к сожалению. О, блядь! Ой, солнце. О, блядь! Ой, солнце. Мишаня. Ребят, многие пишут в комментариях, как так, Герасим, вы уже поставили головастика на прикол, а сами опять ходите, где-то вы нас обманули и мы что-то пропустили. Нет, ребят, это мы вас немножечко напутали, показав, что уже головастика на приколе. На самом деле, эти серии были сняты раньше и вас ожидают еще несколько увлекательных и интересных приключений. нас на головастики. Доброе утро, народ! Всем привет! Ну что, начинается новый день у нас, да. И мы нашли себе новые мели, новые дали. Здесь было, здесь, короче, вот стоял, был перекресток, центр деревни и была церковь. И здесь мелко, а там. И сейчас где-нибудь здесь самое мелкое место найдем и здесь встанем на нем. Вот видите, трава растет там, там, пучками. Видно не будет, но он там, смотри, раз, два, три, четыре, пять цапель. Вот мы сейчас над дорогой. Шесть цапель. Да, все эти, ребят, деревни были затоплены. Постепенно затоплялось все это. Рыбинское водохранилище планировалось как самое большое по площади искусственное озеро в мире. Одновременно со строительством Рыбинского гидроузла началась подготовка к затоплению территорий для водохранилища. Для создания Рыбинского водохранилища надо было затопить пять тысяч квадратных километров территорий, переселить на новые места 130 тысяч человек, жителей 663 селений и города Малоги. Затоплено три четверти территории Висегонска, Югская Дорофеева пустынь, Малогский Афанасьевский монастырь, Левужский и Аннопредчестинский монастырь. В том числе было вырублено 3645 квадратных километров леса. Все это нужно было реализовать в весне 1941 года, на которую запланировали начало наполнения Рыбинского водохранилища за счет частичного перекрытия русел Волги и Шексны. Строительство Рыбинского гидроузла началось в 1935 году у деревни Переборы, высшее место впадения Шексны в Волгу. Осенью в 1940 году русло Волги перекрыли, 13 апреля 1941 года началось наполнение чаши водохранилища. Именно эта дата считается днем рождения рукотворного моря. Рыбинское море – это гигантская лаборатория Института биологии внутренних вод РАН. В северо-западной его части расположен Дарвинский заповедник, специализирующийся на исследованиях по влиянию водохранилища на природные комплексы Южной тайги. Через несколько лет эксплуатации после полного заполнения в 1947 году появились предложения о спуске водохранилища. Эта мера позволяла вернуть сельское хозяйство, оборот, большие площади плодородных земель. Однако проведенные исследования показали, что экономическая выгода от такого решения не компенсирует финансовые потери на переустройство инфраструктуры региона. Также стоит разрушить самый стойкий миф о строительстве Рыбинского водохранилища. Десятилетиями из уст в уста передают страшную историю о том, как люди, не желавшие покидать свои края, приковывали себя цепями к домам, и, как в голливудских кино, уходили на дно, сбиваемые с места сокрушительным водным потоком. На самом деле затопление проходило постепенно. Некоторые территории скрылись под водой сразу, и пароходы пошли по судоходным трассам, другие ждали свою участь годами, так как во время войны нужно было электричество, и чтобы его давать много, никак не могли набрать водохранилища. Постоянно спускали и спускали воду через ГЭС. Как уже говорилось, затопление происходило на протяжении семи лет. Вот такое оно, Рыбинское море. Так, мы сели на мель. В нашем случае это большая радость. Это значит будет копать нам неглубоко. Ну, ребят, смотрите, миленько. Мещиколы не стоят сегодня на Волге. Ну все, я вот облачился в фентреллский ведер и готов к погружению. Здесь глубоко, наверное, по коленам не будет. Как мы будем лодку потом снимать с этой мили, я не знаю. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Все, погнали. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала Скидка. Сигнал нашел, искупу забыл. Ха-ха-ха-ха-ха. Эх, блин, ржавчина, ребят, пробитая. Звонит как... Кольцо. О, ребят, костыль нашел. Идиот для декораций. О, черепок. От крынки. Хе-хе. Складывается такое ощущение, что как будто кто-то до нас здесь уже побывал. Неоднократно. Потому что кроме железа ничего. Было пару сигналов каких-то таинственных. О, бухарский динар взорванный. Ну, уже хоть какой-то результат. Уже учимся попадать в цель с кубой. Пускай не с первого раза, но тоже неплохо. Так. О. Спаси лечь! Лечь! Уставший лечь. Черепки. Но не так где. А, вот эта штука, которая... Звено цепи или что-то такое. А, ребят. Вот она и пищала у нас. О, ребят, какая-то фигурка. Ну, крынок тут, конечно. Чма. О. Какая-то гребенка была, что ли. Медная пластина какая-то. Какая-то медяшка. Так, ребятки. Вот у нас находки. Костыль и кольцо. Еще пробки, фигопки. Все здесь, конечно, выпито. Надо идти дальше. Пойдем дальше. Вот такие. По шею. Это гидрокостюм называется. А так, где все открывалось, эти места, все, что вот выше, чуть выше колена, вот так вот, все это открывалось. И все там поближе. Глубже заходишь, еще более-менее какие-то есть находки. Ну, там и надо, наверное, искать нам. Так, ребят, сейчас с Мишкой попробуем найти здесь фарватеру. Поднимаем якорь. Якорь у нас поднимается в этот раз вот так вот. Так, а я сейчас... Ау-ау-ау, Миша! Миша, меня сталкивать надо будет помогать. Так, ребятки, сели мы крепко на песок. Сейчас будем, так сказать, столкача все это дело сталкивать. Мы сдвинули с мертвой точки. Да, все, пошел. Да, я чувствую. Так, помните, как в том кино? Помогите! СОС! Пытаемся найти проход здесь, ребят. Ну, я думаю, мы вряд ли его здесь найдем. Не, ребят, здесь прохода нету. Мишку подняли. На борт. И сейчас пойдем будем искать где-то в другом месте. Ух ты! Ух ты! Мишка-капитанец сидит. Да, я вращаю. Автопилотом рулит. С хейдингом управляю. Мишаня, думаю, какого лешего ты в берег-то рулишь? А у нас, оказывается, ребят, сорвало скрепление датчик положения руля. И автопилот не понимал, в каком положении стоит мотор. Мишаня в одну сторону крутит, а автопилот крутит в другую. И вот чуть не впоролись в берег с ним. Слетели хомуты датчиком положения руля, который нужен для автопилота. И мы сейчас чуть в берег не уписались с Мишаней. Автопилот получал ложные показания при рулении. Пока у нас идет ремонт на ходу. Если что, будем Мишке конец Александрова кидать. Хоть узнают, какой Александрова конец. Алексей Карташов идет. Обгоняет нас. Правым бортом сейчас недавно запрашивал. Вот как Герасим Шерф. Можно, говорит, правым бортом. Не возражаете, все нормально. Я говорю, нормально. Мы сейчас кушать будем, готовить. Не возражаем. Можете обгонять. Ребят, хорошая новость. На том берегу стоит Леонид Быков. Это который на лодке-ракете. Помните, которая вся светилась? Там, конечно, такая много. Боро у него. Да, который сам делает лодки элитные. Мы об этом, кстати, сделали выпуск, но еще не выпустили его на YouTube. И мы с ним вечером приедем, пообщаемся. Вам что-нибудь покажем интересного. Мишка у нас командует автопилотом. Автопилот командует лодкой, так что у нас все законно. Правильно? А ты у нас командуешь грилем. Ты же штурвала не касаешься? Не касаешься. Вот. А я тебе говорю, на сколько градусов повернуть руль надо. Так, а я командую грилем, ребят. Сейчас мы будем кушать чудо-юдо-рыбу. Нет, ни рыбу не угадали вы. У нас бургеры сегодня. Вот такие прекрасные бургеры у нас на сегодня. Ах, красота! Так, дадим на них перчику для остроты. Ну и закроем. Хорошо на свете жить. Точно вам говорю. А тем временем мы приближаемся к затопленным деревням. Вон это же эти поля. Ты видишь поля? Да, поля. Вот вижу. А, кругом, да, поля. Так, вот такая у меня, ребятки, красота получается. Перевернем. А Мишка гарнир попросил. Знаете, что я ему сказал? Терпи до вечера, говорю. Перчика. Чтоб поострее было. А то Миша говорит, ему слишком это самое. Слишком не остро. Ах, красота! Так, шхуна вперед лети. Ну что, ребят, осталось заварить чайку. В кружечке заварим, у нас там настаивается. Потом наливаем сколько надо пьем. О, какая красота! Прелесть! Шедевр! Все, ребятки, да, я сготовил. У нас тут, о, что получилось. Ммм, какие котлетосы вкусные. Вот так вот. О, грил и на катере нам служат верную службу. В любом месте. На балконе. В парке, где нельзя разжигать огонь открытый. В любом месте, реально. В машине, в вездеходе, в лодке. Просто незаменимая штука. Нам нравится. Ммм, а как вам позавидуют соседи, когда вы на балконе устроите местную бакханалию? А, какой запах будет. Ссылочка есть в описании. Можно приобрести со скидкой 7% по промокоду GERASIMSHARM. Василий, ты кулинар от Бога. А я маршрутизатор от Бога. Видишь, ручку как круче, по грамотности, по боям идем. Не, ребят, это у гриля. Моей заслуги тут немного. На нем просто все положил, оно само сготовится. И вас будут называть кулинар от Бога. Повар, кулинар, он всякие сладости. Подходим к снятиям, к створам. Попробуем удачу. Вдруг нам здесь тоже повезет что-нибудь найти. У нас карта такая. Так, карта НКВД 1938 года. Карта предположительного затопления. Волгостроя. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время. С которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент. Верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор. Якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. Так, упарковались вот так вот в травку. Ну что, ребят, у нас здесь глубина 1,1 метр. Это один из островов близ Княтина. Попробуем здесь походить. Что-нибудь найти. Да, Мишень? Нет, ребят, не получается у нас здесь десантироваться. Глубина где-то метра полтора, наверное, под хвостом. Вон народ. Думал, блин, снимал. А на самом деле не снимал. Достал кольцо. Скорее всего, это от телеги. От ступицы. На деревянные ступицы одевались такие вот кольца. Для того, чтобы они не развалились. И вот, вот даже такого. Вот. Зачет в копилку. Потом где-нибудь повесим его. К чему-нибудь прибьем. Искали, искали смешание. Находки находили даже. Я вот, знаете, какое кольцо подделал. Я замудохался его искать. Я не что его устал искать. А у меня вот так осталось. Я три раза подходил к кольцу. Ну и, короче, мы тут рассказывали вам. Находки кое-какие показывали. Даже. И все. У меня, оказывается, бленда была закрыта. Ну я показывал. Мишке сначала сказал, что бленда закрыта. А с закрытой пошел так. Так и снимал с закрытой. Слушай, ну я вот так вот хожу. Мне вот руки неохота из воды доставать. Там теплее. Так, у нас водные процедуры. Да. Молим выдерой. Они это заслужили. Душ принимаем. О, у меня даже мешок с находками помылся. О, ребят, сейчас я вам покажу. Я это самое. Не заснял, к сожалению. Что, я там нашел? Не, ну звук-то есть. Звук есть, да. Вернее, я снимал, думал, что снимаю. А на самом деле, не снимал. Так, ребят, ну вот, смотрите, у меня какие находки были. Вот такая блесна самодельная. Медная. Ну видно, что она такая неровная вся. Самоделка, короче, точная, пеленая. Я ее восстановлю. Сделаю. Короче, сделаю ее. Ну, такая вот украшенница. Откуда-то отвалилась. Элемент украшения припаянный был. К чему-то. То ли к колечку, то ли еще к чему-то. И одна копейка 33-го года. Советы. Каверные тоже. Вода советы вообще не любит. Не бережет. Ну и там остальные такие приблудики. В стол находок, которые пойдут. Вчера моя находка 5 копеек. Кстати, мы так и не посмотрели, сколько он стоит. Интересно. А ведь интересно, да, Жимиш? На телефон. Ну-ка, дай-ка. Так. У нас 5 копеек серебро, 5 копеек медь. Почему не серебро у меня? О! О! Так это у меня ценные 5 копеек. 68-й, да? Ну-ка. Посмотрим. 62-й, 63-й. 67-й. 68-й. 16 долларов, ребят. Глин. А вот если бы СПБ был, у меня Екатерининский монетный двор. Если бы был СПБ, был бы тогда 60-50 долларов стоил бы. Ну, как вы уже знаете. А если бы было 67-го года, 1867-го, не 68-го, 210 долларов бы стоила монета. Ну, да и ладно. Мы же не на продаже их. Мы к себе в коллекцию. Пятаков у нас еще нету. А это значит, коллекция пополнилась. Вот мы попробовали покопать. Особо ничего не накопали. Но целью нашей, нашего копа, это была тренировка. Это не... Мы не рассчитывали, в принципе, что там найти, там еще что-то. Мы учились работать со скобой. Просто учились, посмотрели, что значит копать здесь в воде, вот береговой линии. Сделали какие-то выводы для себя. В принципе, нам нравится. Теперь осталось найти места, не такие доступные, где нет такого перепада уровня воды. Потому что сейчас вода высокая. Ну, и здесь, в принципе, по низкой воде здесь пешком все выбивают, ходят. Так что надо просто найти место. У нас маскировочный куст. Нас так по рации вызывают. Болотная кочка, болотная кочка. Ответьте кому-нибудь. Вы пересекаете наш курс. Сейчас мы смоем болотную кочку. Какая вредная, а? Ты видел еще? Какая вредная кача. Качарыжка. Ладно, мы ее скупаем сейчас. Отлипло. Ну что, ребят, вот хороший признак. Мы пробуем ловить рыбу. И хороший признак, как я вот уже говорил, вот они, облака появляться начали. Малька. И вот, видно, судак снизу ходит. Пастухи. Так что, возможно, мы сейчас доберемся до наших точек и половим судака. Вот раньше такого не было. Прошлые наши выезды. Может быть, и судачка сегодня зажарим. Ребята, какая встреча. Ребята, какая встреча. Ну все, держите. Сейчас я такую семгу сделаю. Пальцы пооткусываете. Я не пугаю. Свалило солнце за леса. И тишина, и комары. Лишь баржи ходят по реке. И ужинают пауки. Прекрасно все. Вода. Кувшинки. Андрюха Ростовский. Харчо осетрины. Пробуем. Леонид говорит, вкусно. Я говорю, а мы уже пробовали. Наедались просто. Андрюха, тебе привет. Андрюха, привет тебе. Огромное тебе спасибо за твоих осетров. Да, и давай, собирайся, поедем либо, короче, или за корешкой поедем, или поедем на Белое море. Или поедем в Ростов Великий. Нет, слушай, в Ростов Великий вот такие раки водятся. Подожди. Продуктовая финансовая пирамида. Наедалово. Наедалово. Нет, я-то там пока, я сейчас готовлю. Нет, где мы накрываем? Он, уболтал красноречивый. Давай здесь накроем. Здесь? Я вижу, что тебе будет приятно. Нет, смотри, смотри, комфортно. Здесь комфортно будет. У нас так не посидишь. Нет, у нас так не посидишь. Нет, я не думаю, на первую. Слушай, ну вот это, конечно, я прям до восторга пищу, как все это раскрывается. Какое все сдвижное и раздвижное. Да, да, да. Давно ты ее не раскрывал. Давно ты, смотри-ка. Знаешь, как? Автоматично. Ребята, мы сейчас будем готовить семгу. Готовить мы будем сейчас семгу на нашем гриле-о-гриле. Ну и фиг с ним, что не копается. Ну и фиг с ним, что не ловится. Ребята, у нас сегодня рыбный вечер. Рыбный вечер. Герасим Васильевич нам сегодня готовит семгу. Не побоюсь этого слова. Да, которую мы поймали на Волге. Да, это вот обыкновенная волжская семга. Да, она обычная. Да. Мы использовали редкую снасть, которую мы не можем вам показать, по причине того, что семги просто не останется. Просто, да, приманку показывать нельзя, на которую мы поймали нашу семгу. Ну, в принципе, каждый эту приманку видел, держал в своих руках. Вот так, друзья, и закончился наш день. Мы приехали в гости к Леониду Быкову, талантливому создателю прекрасных судов. Ну, а дальше наши общения и беседы – это уже не формат канала. Всем большое спасибо. Пока. Весь вездеходный мир ждал этого события. И вот момент настал. С 12 по 14 октября в окрестностях поселка Малукса пройдут всероссийские вездеходные соревнования. Вездеход Тропи 2018. Соревнование, которое уже успело стать культовым, массовым и зрелищным. Соревнование, которое не оставит равнодушным ни одного увлеченного человека. Соревнование, где скрестят шпаги в честной, но беспощадной битве вездеходы со всей страны. Здесь же вы сможете познакомиться и увидеть воочию легендарную личность Алексея Маратовича Гарагашьяна, который и является организатором данной гонки. Также познакомиться, пообщаться с людьми, производителями, изобретателями и конструкторами различных вездеходов. Более 30 вездеходов, серийные, прототипы и самодельные машины. Да-да, там есть чем удивить глаз и слух искушенного знатока. Если вы об этом еще не знали и ваш вездеход стоит без дела, то вы просто обязаны его туда выгулять и принять участие. Регламент и программа соревнований находятся в описании к ролику. Там же вы найдете и подробную карту проезда к месту проведения. Мы обязательно там будем. Так что ждем наших зрителей в гости. Наиболее зрелищные события для зрителей будут проходить 12 октября. Подписчиков ожидает розыгрыш призов и подарков от партнеров канала. Наш канал и компания Огриль решила в этом соревновании предоставить приз за волю к победе. Так называемый, это самый подбитый, самый пострадавший, но все-таки доехавший до финиша и пересекший ее черту сам. Награждать мы будем Ващукова Романа и Ващукова Алексея. Ура! Дорогие друзья, будем всех ждать 12 числа. Что-нибудь приготовим покушать на Грилео-Гриль. Встретимся, пообщаемся, будет здорово. А если у вас есть вездеход, обязательно участвуйте. Ссылка в описании к ролику, как и где это можно сделать. До встречи в октябре на Вездеход Тропе 2018.